В днях глава МИДРФ Лавров побывал в Марокко на заседании Российско-Арабского форума сотрудничества. В совместном итоговом заявлении Россия и представители Лиги Арабских государств призвали к мирному урегулированию конфликта по поводу трех островов в Персидском заливе. Иран захватил их еще в 1971 году, а Объединенные Арабские Эмираты считают эти острова своими. Поддержаны мирные решения и инициативы, направленные на разрешение конфликта посредством двухсторонних переговоров или международного суда в соответствии с международным правом и уставом ООН. Из публикации издания Аль-Джазира. Тегеран возмущен таким заявлением. В Министерство иностранных дел Ирана в очередной раз вызвали российского посла. На встрече заместитель генерального директора Департамента Персидского залива МИД Ирана напомнил российскому дипломату о необходимости уважения, суверенитета и территориальной целостности стран как признанного и основного принципа отношений между государствами мира. Представитель МИД подтвердил вечный суверенитет Ирана над тремя иранскими островами в Персидском заливе из заявления на сайте МИД Ирана. Мы уже в этом году видели схожее заявление, под которым подписалась РФ и которое вызвало неоднозначную реакцию со стороны Тегерана. После этого, напомню, Тегеран прямо заявил, что полуостров Крым является неотъемлемой частью Украины. Тем не менее, Москва не услышала протест фактически своего военного союзника. Острова в Армузском проливе Больший Томб, Мауи Томб и Абу Муса военно-морской флот Ирана взял под контроль 52 года назад. Тогда британские войска покинули территорию современных Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому Эмираты продолжают считать острова своими. Абудаби избегает введения санкций в отношении России и, возможно, как пишет издание Associated Press, даже помогает ей обходить западные ограничения. Но и Тегеран – союзник Москвы. Очевидно, что Российская Федерация сейчас попытается увиливать, то есть, с одной стороны, поддерживать Объединенные Арабские Эмираты, но с другой стороны, закидывать Тегеран, например, контрактом на Су-35, либо другие разработки российского военно-промышленного комплекса, а также закидывать Тегеран заказами, дальнейшими заказами на беспилотники. По мнению экспертов, сомнительно, чтобы Москва смогла сохранить союзнические отношения одновременно с обеими странами. Для Тегерана важно оставить острова в Персидском заливе за собой. По этому маршруту транспортируют пятую часть мировой добычи нефти. Но и Абудаби уступать не собирается. Никита Скобликов для телеканала Freedom.